МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приятное с полезным. Студенческие трудовые отряды готовятся к летнему сезону. 80 грамм золота в Чебоксарах презентовали награды командного чемпионата Европы. Первые в ПФО. Один из крупнейших банков страны открыл в Чебоксарах сервисный центр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На вопросы со всей России будут отвечать в Чебоксарах. Сегодня в столице Чуваши открыли первый в Приволжском федеральном округе сервисный центр одного из крупнейших банков страны. В его состав входит и колл-центр для обработки звонков клиентов со всей страны. Сколько времени потребуется, чтобы получить кредит? Возможно ли отсрочка платежа? Есть ли дополнительные комиссии? Можно ли по электронной почте узнать о состоянии счета? Отныне на тысячу телефонных обращений клиентов банка ВТБ-24 будут отвечать в Чебоксарах. В столице Чуваши открыли первый в ПФО региональный сервисный центр. В здании площадью почти 13 тысяч квадратных метров разместились пять департаментов головного офиса, линия по предоставлению банковских услуг, отделы потечного и автокредитования и другие. Общий объем инвестиций в проект 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Республика получила около 1200 рабочих мест. Непосредственно моя обязанность – это обслуживание клиентов, то есть звонящих на горячую линию. Моя специальность непосредственно связана с финансами, то есть это финансы и кредит. Я развиваюсь в банковской сфере. За первые три месяца работы в контактном центре я стал старшим специалистом. Наличие квалифицированной рабочей силы и хороший уровень подготовки специалистов местными вузами – это только одна из причин, по которым руководство банка выбрало Чебоксары среди двух десятков заявок из других городов. Мы полгода выбирали место. Чебоксары нас привлекают прежде всего, помимо места расположения, московский часовой пояс, к качествам подготовки сотрудников. То есть мы знаем выпускников вузов, провели сопоставимые исследования. Город, откровенно говоря, должен быть также расположен, ну как минимум, 300-350 километров от Москвы и больше, потому что иначе как раз сотрудники городов, которые наполовлены ближе, они предпочитают ехать и работать в Москве, в Москве, вот, и нет достаточно емкости у трудового рынка. Мы смотрели, как говорят здесь люди, потому что очень важно, чтобы то, как говорит человек, выросший в Чебоксарах, было понятно и в Магадане, и в Калининграде. Помимо рабочих мест, приход такого инвестора в регион поспособствует улучшению делового климата республики. Это знаковое, значимое, серьезное событие, потому что в истории Чувашской республики это вообще первый открывается данный сервисный центр. Если взять технологию обслуживания, здесь самый современный мировой уровень. Центры подобного уровня, как правило, строят в городах-миллионниках. Чебоксары стали вторыми после Барнаула, где численность населения не стала решающей. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика. Сразу после открытия Михаил Игнатьев и президент-председатель правления ВТБ-24 Михаил Задорнов обсудили вопросы взаимодействия уже в кабинете главы Чуваши. Глава республики отметил, что с момента последней встречи прошло полтора года, и все, что тогда было задумано, реализовано в намеченные сроки. Создаются высокоплаченные отручные места. Это как раз являются движущие силы в целом для экономики и молодежи. Как мы видим, даже возвращаются в многое. Это очень хороший показатель. Михаил Задорнов уверен, что с открытием сервисного центра ВТБ-24 появляются большие перспективы для трудоустройства молодежи, возможность для дальнейшего профессионального развития и карьерного роста. Сейчас проводятся наборы обучения персонала. Обучать новичков приезжают опытные наставники из столицы. Будущее отечественной науки и промышленности глава Чуваши обсудил с молодыми учеными республики. Молодые люди рассказали Михаилу Игнатьеву о том, как ведутся научные исследования и разработки в учебных заведениях и организациях. Показали свои проекты. Юрий Бычков – молодой ученый, работает на предприятии «Бреслер» и преподает на кафедре в ЧГУ. По его словам, чувашские предприятия электротехнического кластера уже давно заслужили хорошую репутацию. Но чтобы и дальше это направление экономики развивалось, необходимы не только финансовые вложения. По нашей специальности в Чебоксарах людей много, специалистов, у которых и научная база есть, и с практической базой проблем тоже нет. Но не всегда удается их привлечь в университет. То есть и денежный вопрос, и вопрос с организацией работы тоже стоит. Бывает так, что человеку выгоднее на одном рабочем месте, это, чем выделять время и ездить в университеты, преподавать. На встрече подняли вопрос и о развитии пищевой промышленности. Ирина Ершова, председатель Совета молодых ученых и специалистов, кандидат технических наук, рассказала о новом производстве, которое становится актуальным с точки зрения импортозамещения. Кроме производства элитного сыра, нашим проектом и Российским Союзом сельской молодежи предусмотрено производство шоколада без всякой химии. Чувашия может стать второй Швейцарией по производству элитного шоколада. Мы планируем обучить как минимум 100 семей. Начнем с сельской молодежи. Но необходимо поддерживать не только тех ученых, которые развивают производство. Фундаментальная наука тоже требует вливаний, чтобы студенты не уезжали в разные города. В Чувашии учреждены 8 государственных молодежных премий в различных областях науки и техники, литературы и искусства. Размер каждой 50 тысяч рублей. Ежегодно тысячи молодых специалистов разных сфер экономики достаиваются специальные стипендии главы Чувашской республики за особую творческую стремленность. Из них около 100 человек – работающие молодежь. В республике несколько десятков предприятий, которые в рамках своей деятельности ведут научные работы. Согласно последним данным Чувашстата, почти 1300 человек занимаются разработками на предприятиях. 13 из них – доктора наук, 72 – кандидаты наук. Учеными республики ведутся исследования по более 200 направлениям технических, естественных и гуманитарных наук. Созданы 85 научных школ. Вы в своей жизни добились определенных успехов уже и еще стремления у вас есть. Вот это сокровище нашего общества, сокровище ваше. И эти достоинства вы должны только дальше, будучи уверенным в себе, в своих силах, еще подбадривать своих коллег, друзей, для того, чтобы они тоже подтягивались за вами. Тем более у нас приоритет в нашей государственной политике направлен на то, чтобы вкладывать инвестиции в умы. Через эти умы производить новый продукт. На встрече наградили победителей республиканского конкурса среди молодежи «Лучший бизнес-план инновационного проекта по созданию продуктов биоиндустрии». А также вручили денежные сертификаты за научные разработки в области сельского хозяйства. Глава республики пожелал победителям конкурса, чтобы все их разработки были востребованы. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Сталица Чувашии принимает гостей из более чем 30 городов и регионов. Сегодня в Чебоксарах состоялось общее собрание членов Ассоциации городов по Волжье. А с утра участники собрания были на экскурсии по Чебоксарам. Малые архитектурные формы, парковка во дворе, организация вывоза мусора. Первым делом гости столицы ознакомились с комплексным развитием микрорайона Садовой. Кроме всего, у нас на первых вот этих, по этих улицах, двух уровней парковки. Уже там, уже построено. Вот по этой улице уже построено. Ход строительства жилья для переселения граждан из аварийных домов особо интересовал гостей. Мы давно знаем Чебоксары. Саранские Чебоксары – соседи. А соседи – это всегда больше, чем кто-либо. Но Чебоксары всегда славились чем еще в советские времена? Благоустроенностью, своей архитектурой. Всегда были некие изюминки в строительстве. И всегда Чебоксары ставились в пример по жилищному строительству. И вот сейчас мы смотрим и убеждаемся, что все-таки традиции живы, более того, они очень хорошо развиваются. Мало в каком городе сейчас России, это точно могу сказать, вот ведется такая комплексная застройка жилья. Но и что очень важно, здесь комплексно решаются вопросы вот какого характера. Везде проблема из проблем – это подводящие сети. Здесь нашли возможность решить эту проблему, выделяет регион. Значительные суммы – это очень важно. И плюс участие в федеральном бюджете. У нас тоже это делается много, но не в таких объемах. Я считаю, вот это очень правильно, потому что инвестор идет. И за счет этого, за счет того, что регион помогает своими средствами в прокладке строительства сетей, удевширяется стоимость квадратного метра, что очень-очень важно. Но и вот это, конечно, вообще впечатляет. Я еще раз говорю, я в последнее время, вот на моей памяти, такого не видел. Есть чем учиться. Еще одной темой интересовавшей членов Ассоциаций городов по Волжье стала социальная инфраструктура. Поэтому гости республики отправились в детский сад номер 203. Живой уголок, интерактивная доска, сенсорная комната и многое другое. В общем, в детском саду Непоседы созданы, пожалуй, все условия для развития детей. Нам очень приятно еще раз в очередной раз приехать в городе Чебоксары. Сегодня у нас будет совещание с Ассоциацией городов по Волжье, где будем вырабатывать единую политику, строение вот тех задач, которые поставлены на повестке дня. Очень приятно, что вот мы посетили ваш новый микрорайон, что вы подходите, очень интересный опыт, что комплексно один хозяин построил жилищный фонд, все социальные объекты. И вот, допустим, вот этот очаровательный детский садик, который предприниматель построил и администрация уже у него выкупила. Это очень такой положительный опыт, который, я думаю, что пригодится и в нашем регионе. Полигон твердых бытовых отходов, реконструкция проспекта Ивана Яковлева, подземный переход, детская и спортивная площадки в сквере журналистов. Все это также не обошли своим вниманием члены Ассоциации городов Поволжья. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Ассоциацию городов Поволжья возглавляет мэр города Казань, Эльсур Медшин. Благодарен организаторам за доверие проведения данного мероприятия, то, что определили город Чебоксары. Полезно ездить друг к другу. Это подтягивает всех нас, каждого из нас, для того, чтобы наводить порядок, благоустраивать городские территории. В повестку дня общего собрания включены вопросы, которые решают муниципалитеты практически всех волжских городов. Наиболее актуальные из них – благоустройство и озеленение территорий, содержание объектов дорожного хозяйства и уличной дорожной сети. Серьезной проблемой для многих городов стал сбор и вывоз бытовых отходов. Изучение лучших муниципальных практик в решении этих задач стало главной темой собрания. Сегодня еще 10 муниципальных образований пополнили ряды участников ассоциации. Это еще одно подтверждение эффективности работы общего собрания членов ассоциации. Подробности смотрите завтра в нашем сюжете информационной программы «Республика». Как предупредить возникающие угрозы в информационной сфере, сегодня обсуждали на заседании Координационного совета при полномочном представителе президента России в Поволжье. Его провел помощник полпреда Александр Давыдов. Члены Координационного совета проанализировали, насколько эффективно поволжские регионы обеспечивают безопасность, создавая государственные информационные системы. Особое внимание было уделено ресурсам, разработанным на так называемых облачных технологиях. На заседании разработали рекомендации по совершенствованию процесса подготовки и повышению квалификации специалистов, курирующих вопросы защиты информации. Глава Чувашия Михаил Игнатьев отметил, что Республика эти проблемы решает эффективно. На Координационном совете обсудили и процессы взаимодействия работодателей и образовательных учреждений, которые готовят специалистов в сфере информационной безопасности. С 1 по 5 июня министр юстиции Чувашской Республики Надежда Прокопьева будет принимать жителей мясокомбинатского проезда, чтобы разъяснить им законодательство в сфере обеспечения жилищных прав. Прием граждан будет проводиться ежедневно с 1 по 5 июня с 17.00 до 19.00 по адресу горы Чебоксара, Президентский бульвар, дом 10, 5 этаж. Предварительно записаться можно по телефону 62-33-53. Напомним, что 18 мая глава Чувашской Республики провел рабочую встречу с жителями мясокомбинатского проезда и взял под личный контроль проблемы жителей проезда в связи со строительством жилого микрорайона Кувшинка на месте так называемого Шанхая. В Чувашии проходит акция «Дети и безопасность». Сегодня в рамках акции воспитанники Кугейской школы-интерната побывали в Чебоксарском речном порту. Детям рассказали, как правильно вести себя на водном транспорте и надевать спасательные жилеты. Встреча с речниками завершилась прогулкой на теплоходе по Волге. К особым детям нужен особый подход. Ежегодный линейный отдел МВД на транспорте проводит встречи с воспитанниками специальных школ-интернатов для детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Основная наша работа – это, конечно, профилактика безопасности. Так как наши объекты – это железнодорожный транспорт, речной порт и аэропорт, мы проводим такие экскурсии в преддверии летнего сезона, в преддверии Дня защиты детей и знакомим ребят с работой речного транспорта. И чтобы им было интересно, это все проходит у нас на теплоходе. Ребята здесь у нас надели на себе спасательные жилеты, все примерили, им рассказали о берах безопасности на воде. Вот такая наша работа. В принципе, основная – это профилактика детского травматизма. С воспитанниками Кугейской школы-интерната постоянно работают волонтеры и представители самых разных профессий. Такие встречи вне стен школы необходимы детям для их адаптации в обществе. Сегодняшняя поездка детям очень много даст в плане поведения себя на воде. Мы очень даем тоже много разных правил по технике безопасности на дорогах, на улицах, дома, как вести себя в общественных местах, транспорт в том числе. И сегодняшняя поездка – это будет одним из тех мероприятий, которые тоже им расширят кругозор. И, я думаю, надолго запомнится, как себя вести на водном транспорте и на воде. Знакомство детей с правилами поведения на воде и водном транспорте было наглядным. Малыши сами примерили на себя спасательные жилеты, познакомились с устройством корабля и посмотрели обучающий фильм. Чебоксарский речной порт сделал своим маленьким гостям подарок – прогулку на теплоходе по Волге. Товарищ капитан, скажите, пожалуйста, часто приходится возить такого необычного пассажира? Да, я бы сказал. Бывает? Бывает. Бывает такое. А ощущения какие? Большая ответственность на вас сейчас лежит? Ну, дети, дети есть, дети же. Сегодняшний урок под открытым небом надолго запомнится детям. У них остались самые яркие впечатления от знакомства с новыми для них правилами. Нам сегодня показывали теплоход. Я умею надевать спасательный жилет. Теперь буду соблюдать правила, как вести себя на транспорте. В преддверии Всемирного дня защиты детей 1 июня воспитанники школ-интернатов посетят много интересных мест. Сегодня в рамках акции дети посетили Чебоксарский аэропорт. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика. Участники студенческих трудовых отрядов Чуваши готовы к лету. Каждый год бойцы Чувашского регионального объединения, российские студенческие отряды разъезжаются по всей России. 25 отрядов, более 500 бойцов вот-вот приступят к работе. Вожатые, строители, работники сельского хозяйства, сервисного обслуживания, проводники поездов российских железных дорог. Кем только не трудятся чувашские студенты. Часть из них остается работать в Чувашии. Многие не первый год выезжают за пределы республики. Наградить самых лучших студентов почетным знаком за активную работу. На ежегодное открытие трудового сезона приехал руководитель Центрального штаба, Молодежной и общероссийской общественной организации, российские студенческие отряды из Москвы Михаил Киселев. Трудиться это классно. И пускай в этом году лозунгом еще дополнительным нашего трудового семестра будет такой. Труд – крут. Каждый год трудовые отряды принимают участие в реализации масштабных проектов. Команда строителей ЧГУ «Проспект-15» получила путевку на всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточной» в Амурской области. Наш отряд «Проспект-15» уже не первый раз участвует на всероссийской стройке. До этого они участвовали в строительстве объектов универсиады 2013 и зарекомендовали себя как хороший, ответственный и высокопроизводительный отряд. Быть среди лучших 45 отрядов, которые удостоены этой чести, это действительно очень классно. Студенты вооружского филиала «МАДИ» в этом году создали отряд «21-й регион». Ребята примут участие в строительстве федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург. Для нас это, прежде всего, большой опыт. Это практика для студента-дорожника. Ожидания от работы летом очень большие. Мы надеемся, что в следующем году нас станет намного больше. Сейчас в нашем составе 24 человека. Хотим на следующий год поднять планку до 50 человек. Также среди отрядов особо выделяются педагогические. Большое количество вожатых ежегодно выезжают в летние лагеря Краснодарского края. Все привозят с собой море впечатлений и новых знакомств. В Чувашии завершилось масштабное антитеррористическое учение. В рамках мероприятия отрабатывались действия силовых структур по пресчению террористических актов на особо важных объектах. 27 мая в Чебоксарах проведен завершающий этап антитеррористического учения. В его рамках группа условных диверсантов осуществила захват заложников на одном из объектов топливно-энергетического комплекса республики и выдвинула политические требования. В Чувашии незамедлительно приступил к работе оперативный штаб под руководством начальника управления ФСБ России по Чувашии Сергея Сафронова. Им было принято условное решение о введении в Чебоксарах особого правового режима и проведении контртеррористической операции. Оперативным штабом была обеспечена безопасность населения, спланированы и осуществлены конкретные действия по пресечению теракта и обезвреживанию вооруженных преступников. Считаем, что цели тактик специального учения «Молния» достигнуты. Я, как руководитель учения, в целом положительно оцениваю результаты учебной конкретной статистической операции. В завершении учения Сергей Сафронов поблагодарил руководителей силовых структур и органов власти республики за слаженную и эффективную работу. В Чебоксарах заканчиваются последние приготовления командному чемпионату Европы. Сегодня стало известно, за какие награды будут бороться спортсмены. Медали презентовали в столичной администрации. Одним из первых их увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Насмотри напрямиком из литейных цехов. Эта медаль сошла с конвейера самой первой, но всего будет изготовлено более 70 комплектов. На лицевой стороне эмблема чемпионата на оборотный символ матери-покровительницы. Дизайн медали продумали чебоксарские художники. Примерный вес медали 80 грамм. Она изготовлена из высокопрочного сплава металлов по технологии штамповки. Дизайн награды утверждали в Европейской легкоатлетической ассоциации. До чемпионата Европы планируют изготовить и памятные медали. Значительная часть она вручается в качестве подарков почетным гостям, участникам. Ну вот сейчас возникает эта тема, да, сейчас рассматривает администрация города вопрос о свободной продаже, да. Ну а пока изготавливаются медали, на стадионе Олимпийский продолжается ремонт. Подготовка к чемпионату идет по плану, отмечают представители Европейской ассоциации легкой атлетики. Уже решен вопрос доставки иностранных спортсменов. Чебоксарский аэропорт в эти дни примет пять международных рейсов. И задача была основная, чтобы минимизировать время прохождения границы, таможенного контроля и багажа даже. То есть нюансов было очень много. Ну вот как Сайман оценивает, вроде мы справились в целом с этими проблемами. Чебоксары сильно продвинулись в подготовке со времен прошлого визита ассоциации. Были вложены большие инвестиции и проведены работы по организации мест для размещения гостей. Продажа билетов уже началась. Их реализуют в концертных кассах Чебоксар, Новочебоксарской и даже Ешкаралы. Ну а некоторым горожанам посчастливилось стать обладателями бесплатных билетов. Их вручили победителям массовых стартов и авторам слоганов для болельщиков. На суд жюри поступило огромное количество речевок, но в итоге отобрали только четыре варианта. Посмотри Европа, русского галопа. Отлично! Организаторы чемпионата ожидают большого накала страстей. За медали будут бороться представители 12 стран. Причем у национальной команды есть все шансы занять первое место. Узнать имена лучших спортсменов Чебоксарцы смогут уже 21 июня. Именно тогда на стадионе Олимпийский победителям вручат заветные медали. Медель Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Завтра в пятницу 29 мая на Красной площади в рамках проекта «Открытый город» пройдет презентация новой концепции развития городской среды. Глава администрации Алексей Ладыков и ведущие архитекторы представят уникальные проекты Чебоксары «Комфортный город». Накопительная пенсия быть или не быть. До конца этого года каждый из нас должен принять для себя решение. Переводить все выплаты в страховую часть или 6% выделить как накопительный компонент. В пользу последнего варианта говорят следующие аргументы. Накопительную пенсию нельзя снять, потратить, но можно приумножить. Еще один плюс. Эти средства, в отличие от страховой части, могут наследоваться. Куда вкладывать пенсионные средства и что нужно знать при выборе негосударственного налога? Пенсионного фонда. Об этом в нашем следующем сюжете. Кроме того, впереди еще репортаж со спортивного праздника. Ростелеком. Я с вами прощаюсь. До свидания. В офисе негосударственных пенсионных фондов «Наследие» и «Промаграфонд» каждому клиенту объясняют, как формируется пенсия и какие критерии становятся главными при выборе фонда для сбережения своих пенсионных накоплений. Прежде всего, следует знать, что им присваивается рейтинг. Высшая отметка А2+. И «Промаграфонд», и «Наследие» подтвердили эту высокую оценку. Во-вторых, нужно обратить внимание на доходность фонда в течение нескольких лет. О надежности могут свидетельствовать и годы присутствия на рынке компании, и количество клиентов. Негосударственный пенсионный фонд «Наследие» – это старейший из фондов. Ранее он был известен как Негосударственный пенсионный фонд «Норильский никель». Он имеет лицензию номер один. И на сегодняшний день он демонстрирует доходность, которая превышает доходность управляющей компанией Государственного пенсионного фонда. Эти слова могут подтвердить и клиенты. «Наследие» является лидером по выплатам пенсионных средств. Только за 2014 год было выплачено полтора миллиарда рублей, а с начала этого года более 500 миллионов. Своевременные, без задержек и сбоев выплаты, в первую очередь, свидетельствуют о надежности фонда. За сохранность средств беспокоиться не стоит. И «Промаграфонд», и «Наследие» в числе первых российских НПФ стали участниками государственной системы гарантирования прав застрахованных лиц. Так что ваша будущая пенсия находится под защитой. Гарантом выступает само государство. Кроме этого, специалисты фондов готовы показать, где и как работают ваши деньги. «Промаграфонд» и «Наследие» активно развивают частно-государственное партнерство с регионами. Часть пенсионных накоплений, аккумулированных в этих фондах, возвращается в регион в качестве инвестиций. И на эти средства строятся социально значимые объекты. Один миллиард рублей «Промаграфонд» и «Наследие» вложили в строительство объектов в Чувашской республике. «Нам бы очень хотелось, чтобы каждый житель Чувашии, который является клиентом «Промаграфонда», клиентом «Наследие», знал о том, что его деньги пришли в регион и работают на него же, на его семью, на его родину». Реконструкция мусоросортировочного комплекса в Чебоксарах началась в январе этого года. Работа должна завершиться уже в июле. Еще один комплекс строится в Новочебоксарске. Таким образом, в республике решится вопрос утилизации мусора. Пехтулинская свалка и десятки других мест складирования ТБО будут ликвидированы. Средства, вложенные сегодня, через некоторое время вернутся клиентам в виде пенсий. «Промаграфонд» и «Наследие» и впредь планируют участвовать в проектах, направленных на улучшение качества жизни населения. Каждый из нас может внести свою лепту в это дело, доверив свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам «Наследие» и «Промаграфонд». Пройти целый веревочный городок, не утонуть в болоте, сдать нормы ГТО и превратиться в настоящих скалолазов. Этот день воспитанники Кугейской школы-интерната запомнят надолго. Три команды юных участников соревновались друг с другом, а помогала установить спортивные рекорды компания «Ростелеком». Они нам предлагают такие мероприятия, они приглашают волонтеров, приглашают специалистов, которые могли бы более эффективно заниматься с нашими детьми. Для нас это очень значимо, особенно для наших детей, для которых очень важна организация досуга. На веселые старты с «Ростелекомом» ребята выходят не в первый раз и всегда с большим удовольствием. Праздник в Чебоксарах является частью всероссийской акции «На старт с Ростелекомом». Эти мероприятия проходят дважды в год, зимой и летом, и участвуют в них ребята всех возрастов. Мы преследуем очень простую и, на мой взгляд, важную вещь. Это наше подрастающее поколение, наше будущее России. Привлекаем к спорту, прививаем здоровый образ жизни. Подобные спортивные праздники проходят во всех регионах присутствия компании. Только в Чувашии за три года в соревнованиях приняли участие более 450 детей из разных образовательных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова